Всем привет! Свежая версия весьма доступного ультракомпактного ноутбука Acer Swift 3, представленная на выставке IFA 2017, добралась и в нашу тестовую лабораторию. Лаб-топ упакован в относительно крупную коробку из переработанного картона, с аскетичным оформлением и минимумом сопроводительной информации. Внутри мы нашли только зарядное устройство со сменным кабелем и пользовательскую документацию. В визуальном плане новый Acer Swift 3 сохранил общие черты предшественника, а именно сужающуюся к передней части форму корпуса с закругленными углами и плавными линиями. Как и раньше, основным материалом конструкции выступает алюминий, правда металл стал куда толще и сменился с гладкого на фактурный. Определенно радует и практичность такой отделки, поскольку на ней не видны следы эксплуатации. В целом ноутбук выглядит очень солидно и лаконично. Лэптоп достаточно тоненький и по габаритам сопоставим с 13,3-дюймовыми моделями при собственном 14-дюймовом экране, однако увеличенный вес хорошо ощущается. Дисплейный блок крепится к основанию посредством широкого полочного шарнира, в оформлении которого используется пластик. Для раскрытия приходится использовать обе руки, но, к сожалению, для удобства пользователя тут явно не хватает соответствующего выступа. Максимальный угол раскрытия составляет 180 градусов, что наверняка оценят любители поваляться на уютном диванчике. Фиксация положения идеальная, дисплей и не думает шататься при печати или тряске. Все интерфейсы раскиданы по боковым граням. Слева мы видим разъем питания, порты HDMI, USB 3.1 Gen1 Type-C без поддержки Thunderbolt, два USB 3.0 и комбинированный аудиоразъем. На противоположной стороне имеем карт-ридер, USB 2.0, набор привычных индикаторов и замок безопасности Kensington. Основание ноутбука представлено в виде цельной крышки. Из позитивных изменений стоит отметить появление широкой перфорированной области и продолговатой резиновой ножки. Все это обеспечивает систему большим притоком прохладного воздуха. Также на месте кнопка принудительной перезагрузки. А для доступа к внутренним компонентам придется открутить 9 винтов типа Torx и освободить ряд плотных защёлок. В плане апгрейда можно будет нарастить только дисковое пространство, и то лишь заменив установленный накопитель. Качество сборки Acer Swift 3 заслуживает максимальной оценки. Все детали конструкции очень хорошо обработаны и подогнаны без каких-либо зазоров или перекосов, а при работе посторонние звуки отсутствуют. Жесткость корпуса отличная, минимально прогибается только крышка дисплея. Ноутбук получил в свое распоряжение полноразмерную клавиатуру островного типа без дополнительного цифрового блока, которая занимает практически всю ширину корпуса. Имеется привычный ряд дополнительных функциональных действий, которые активируются в сочетании с кнопкой Function. Клавиатурный блок находится в небольшом углублении, где он хорошо закреплен. Клавиши обладают коротким и очень тихим ходом с комфортной отдачей. Из изменений стоит отметить уменьшенные по высоте функциональные клавиши и совмещенные навигационные кнопки с блоком стрелок. Благо последними не так часто приходится пользоваться, в противном случае это не самый удобный вариант. Также не всем может понравиться то, что клавиша питания находится в общем составе клавиатурного блока, ведь возможно случайное ее нажатие. Во избежание этого кнопку можно выключить в настройках электропитания. В наличии трехуровневая подсветка белого цвета, но она не очень равномерная. Тачпад характеризуется крупными размерами и представляет собой сплошную пластиковую панель без выделенных клавиш, которая находится в небольшом углублении и хорошо определяется тактильно. К позиционированию и обработке касаний, в том числе мультитач жестов, нет никаких претензий. А у правого края подладонной области размещен корректно работающий сканер отпечатков пальцев. Новинка доступна в вариантах с 14 и 15,6 дюймовыми IPS-экранами и разрешением Full HD. 14-дюймовый дисплей тестового Acer Swift 3 имеет достаточную детализацию, приятные цвета и хороший уровень контрастности вместе с максимальными углами обзора. Правда, если вы работаете с фотографиями или рисунками, то вас может не устроить относительно узкий цветовой охват. Для остальных задач вполне годный вариант, особенно на фоне TN-матриц. Максимального уровня яркости должно хватить даже для работы на природе, но из-за закаленного стекла с глянцевым покрытием присутствуют паразитные блики и отражения. Минимальный уровень достаточно комфортный в тёмное время суток. Датчика освещенности здесь нет. Роль веб-камеры выполняет добротный модуль с разрешением 720p, индикатором работы и парой микрофонов. Для разного рода веб-конференций или видеозвонков её более чем достаточно. Друзья и родственники вас точно узнают с первого раза. Установленные стереодинамики весьма громкие и легко покрывают среднюю жилую комнату. Частотный диапазон представлен неплохими средними и высокими, а вот низкие отсутствуют. В любом случае этого вполне достаточно для сопровождения в играх или при просмотре видео. Да и неприхотливые меломаны также должны быть довольны. Тестовый экземпляр Acer Swift 3 оборудован двухъядерным четырёхпоточным процессором Intel Core i5 с CDP не выше 15 Вт. В него, в свою очередь, интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 620. В других конфигурациях будут встречаться варианты и с дискретной видеокартой GeForce MX150. 8 ГБ памяти стандарта DDR4-2133 распаяны непосредственно на материнской плате и работают в двухканальном режиме, что повышает эффективность обработки данных, но не позволяет осуществить апгрейд. Кстати, на рынке есть варианты и с меньшим объёмом ОЗУ. Дисковая подсистема представлена M.2 SSD-накопителем от Intel емкостью 256 ГБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Скорость последовательного чтения данных в несколько раз выше обычных SSD с интерфейсом SATA 3.0. В других конфигурациях устройства могут использоваться варианты с носителями объёмом 128 или 512 ГБ, а также интерфейсом SATA. Набор коммуникационных возможностей представлен интерфейсами Bluetooth 4.0 LE и двухдиапазонным Wi-Fi. Обозреваемая модель попадает в руки пользователя с Windows 10 Home, которая дополнена рядом фирменных приложений и утилит для работы и развлечений. В других версиях может использоваться OS Linux. Ресурсов новинки более чем достаточно для комфортного решения типичных повседневных задач. Если захочется побаловать себя играми, то даже в родном Full HD разрешении можно будет смело погонять в проекты уровня World of Warcraft, Dota 2, Dirt Rally и подобные на минимальных настройках графики. Внутри Acer Swift 3 трудится система охлаждения активного типа. Забор прохладного воздуха происходит через сеточки на основании, а нагретый выводится через отверстие возле дисплея. В простое или при выполнении несложных повседневных задач, температура внутри корпуса лэптопа не поднималась выше 40 градусов, а сама система охлаждения работала очень тихо. В играх или стресс-тесте AIDA64 температура внутри корпуса повышалась до отметки 78-83 градуса. В обоих случаях вентилятор слышно только в тихой обстановке, но шум довольно приятный и не раздражает, а в условиях офиса его и вовсе не будет заметно. Что касается нагрева корпуса, то он имеется и неплохо ощущается, но не выходит за рамки допустимого. Тестируемая модель поставляется с компактным 45-ваттным блоком питания. Acer Swift 3 оснащен несъёмным 4-элементным литий-ионным аккумулятором ёмкостью 3220 мАч. Производитель заявляет, что этого должно хватить на 10 часов автономной работы. В режиме просмотра Full HD видео с максимальной яркостью экрана ноутбук проработал немногим менее 6 часов. При максимальной нагрузке, созданной с помощью теста Battery Ether с включённым модулем Wi-Fi и максимальной яркостью дисплея, устройство разрядилось почти за 3 часа. Сравнимые показатели были получены и в тесте батареи PCMark. Следовательно, в реальных условиях стоит рассчитывать в среднем на 6-7 часов бесперебойной работы в смешанном режиме. Но вполне можно выжать и заявленные 10 часов. Время полного возобновления заряда аккумулятора составляет 2,5 часа. Не первый раз приходится отмечать, что Norton Security в режиме бездействия постоянно запускает какие-то службы, и это негативно сказывается на общем уровне автономности. С выпуском обновлённого Acer Swift 3 с индексом SF31452, тайваньский гигант решил сделать шаг вперёд в развитии этой серии. Если оригинальная тройка задумывалась как ультракомпактный и лёгкий ноутбук для решения типичных повседневных задач, то новинка уже предлагается и с большим 15,6-дюймовым экраном. Помимо этого появились модификации с новенькими процессорами Intel Kaby Lake Air и дискретной графикой NVIDIA GeForce MX150, что позволяет значительно прибавить вычислительной мощности. Для этого пришлось полностью переделать шасси, которое сохранило скромные габариты и металл в конструкции, но ощутимо прибавило в весе. То есть производитель решил превратить лэптоп с рабочей лошадки в более универсальное и функциональное решение, способное покрыть потребности большого количества пользователей. Что касается тестового экземпляра, то в данной конфигурации он рассчитан на работу и мультимедийные развлечения. Для этого есть всё необходимое. Актуальные порты и коммуникации, удобная клавиатура с подсветкой, добротный экран, нормальная веб-камера и неплохой звук, расторопная аппаратная начинка, предустановленная Windows 10 Home с набором востребованного софта и хорошее время автономной работы. Если хочется немного сэкономить и получить подобные решения, то можно посмотреть в сторону более лёгкого варианта с матовым покрытием дисплея и бесплатной OS Linux. Традиционно хочется отметить очень грамотную ценовую политику Acer, что вместе с широким выбором конфигураций позволяет каждому подобрать оптимальный вариант с точки зрения возможностей и размера кошелька. А вы нашли такое для себя? Обязательно напишите в комментариях. Напомним, что лайки и подписка также будут приветствоваться появлением новых видео на канале Geyset.com